Спустя сутки после взрывов Крымский мост работает в реверсивном режиме. Движение было возобновлено ночью во вторник. Утром, чтобы попасть на другой берег Керченского пролива, автомобилистам приходится стоять во внушительной пробке, пропуская встречные машины. Сдали, планировали сегодня выехать. Вчера следили за новостями. Смотрели, думали, через паром придётся ехать. На пароме. А раз открыли ночью реверсивное движение, попробовали, решили здесь пробиться. В Американском институте изучения войны отмечают, что плотный поток отдыхающих мог серьёзно осложнить для России перемещение грузов из аннексированного Крыма в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. При этом в Кремле, говоря об ударах по Крымскому мосту, всячески отрицают его использование в военных целях. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Однако в ходе того же совещания ставленник России в Крыму Сергей Аксёнов опроверг слова Владимира Путина. Говоря о паромной переправе через Керченский пролив, Аксёнов объяснил причину огромного скопления частного автотранспорта на обоих берегах следующим образом. Сейчас легковые автомобили на паромной переправе мы не пускаем, соответственно, просим всех ехать в объезд, соответственно, в силу того, что, понятно, в приоритете грузы Министерства обороны. Из этих слов можно сделать вывод, что из-за повреждения Крымского моста военные грузы, предназначенные для перевозки по нему, теперь отправляются паромами. Между тем, украинская сторона не сомневается в том, что мост используется Россией в военных целях, и поэтому считает его законным объектом для атак. «Разрушенный российский мост – это меньше разрушенных украинских жизней, потому что этот мост используется для обеспечения российской армии в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях юга Украины дополнительными ресурсами». В Украине многие уверены в том, что Крымский мост является для России стратегическим объектом, а его повреждение может повлиять на снабжение российской армии на передовой. «Повлияет и сильно, потому что не будет подвоза людей и всего остального». «Повлияет. Хотя бы будет меньше доставляться оружия, провизии, возможно, они станут слабее». «Скорее всего, это сильно заденет россиян. Они разозлятся и будут сегодня или завтра еще сильнее обстреливать Украину. Это все, на что они способны». В российском Минобороны уже заявили, что массированные обстрелы Одессы и Николаева в ночь на вторник были якобы ударами возмездия. О том, что Россия ответит на атаку Крымского моста, Путин заявлял еще накануне.